Пирожные пирожные 1 чашка кефира или несладкого йогурта 3 яйца 1 чашка растительного масла Пол чашки манной крупы 1 банка сгущенного молока 1 чайная ложка экстракта ванилина 1 упаковка ванильного сахара 1 столовая ложка Бейкинг паудер Или соды, погашенные уксусом Итак, начнем Сначала мы перемешиваем муку Сахар Бейкинг паудер или соду Все это мы перемешаем Вот так сухие наши ингредиенты Чтобы все хорошо смешалось Теперь мы добавляем йогурт или кефир Растительное масло Растительное масло Все хорошо вымешиваем Выбиваем яйца Чайную ложку экстракта ванилина И все еще раз хорошо вымешиваем до однородной массы Итак, наше тесто получается, смотрите, вот таким вот Вот такой вот консистенции Теперь форму для выпечки Я смазала маслом И сейчас я ее припылю мукой Вот так Чтобы На всякий случай у нас не Прилипло пирожное к стенкам Или к дну Нашей формы Вот таким вот образом Я Вот так его припылила Теперь я выливаю тесто в подготовленную форму Вылитые теста мы аккуратно распределяем по всей форме Если оно само не растекается Значит, нужно ее немножечко со стороны в сторону подвигать У меня нормально оно растеклось, видите, смотрите, вот так хорошо Значит так, у меня прогрета духовка до температуры 220 градусов Цельсия или 450 градусов Фаренгейта Я ставлю пирожное в духовку, ну, примерно на 20 минут Пока пирожное находится в духовке, я беру небольшую сковороду Включаю горелку на полную мощность И разогреваю ее Наша сковородка разогрелась Теперь я беру пол чайной чашки манной крупы Высыпаю И помешивая, обжаривая ее на сухой сковородке До светло-коричневого цвета Такого красивого коричневого цвета Итак, посмотрите, манная крупа у нас зажарилась вот до такого красивого коричневого цвета Теперь мы ее оставляем в сторону и даем ей остыть Итак, 20 минут прошло Посмотрите, как хорошо у нас пропеклось наше пирожное Я его только что вынула из духовки И сразу я беру банку со сгущенным молоком И все ее выливаю на наше пирожное И ложкой хорошо размажу, чтобы оно равномерно распределилось по всей поверхности Вот так После того, как мы равномерно распределили всю сгущенку по поверхности нашего пирожного Мы берем поджаренную муку, эту крупу манную И вот так вот равномерно посыпаем сверху ее на сгущенное молоко Вот так Поэтому наше пирожное называется пыльным Потому что вот сгущенное молоко, на котором напыляется манная крупа Вот так Вот так Теперь ждем минут 15-20, чтобы наше пирожное остыло 20 пирожное остыло Теперь его можно просто разрезать так, как вам больше нравится Можно на квадратики или на ромбики Так, как кто предпочитает такую форму А может быть порежем на квадратики Вот так Итак, наше пыльное пирожное по-саудовски готово Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!